Гнотисе Аутон – «познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Медникова Мария Борисовна, антрополог, ведущий научный сотрудник Конститута археологии Российской академии наук. Окончила биологический факультет МГУ по кафедре антропологии, кандидат биологических, доктор исторических наук, лауреат премии Президиума РАН имени Миклуха Маклая. Главное направление интересов Марии Медниковой – комплексные междисциплинарные исследования в археологии, биоархеологические реконструкции по данным антропологии, морфология человека, эволюционная антропология, манипуляции с человеческим телом в древности. Она автор свыше 330 научных публикаций, в том числе 21 монографии. Мария Медникова – член ряда российских и международных профессиональных обществ, в частности, Европейской ассоциации археологов, Российского отделения Европейской антропологической ассоциации, Российского общества историков медицины и Европейского общества по изучению эволюции человека. Мария Медникова в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. С появлением новых палеонтологических находок, новых аналитических методов множатся исследования, в которых антропологи пытаются реконструировать, восстановить картину детства древних людей. Говоря «людей», я имею в виду род «хомо» в широком смысле людей, это не только наш вид к нему относится, к этому роду, но и другие виды, в частности, неандертальцы. И результаты этих исследований получаются противоречивыми. То у неандертальцев было короткое и тяжелое детство, то оно было длинное и беззаботное. Почему это так важно, восстановить картину детства ископаемых людей? Мы получим ответ на этот вопрос в конце программы. «Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур» — тема нашего сегодняшнего выпуска. Пожалуйста, Мария, вам слово. Спасибо большое. Во-первых, спасибо за возможность участвовать в этой передаче, потому что это очень интересный новый формат, и, мне кажется, его надо развивать. Вы неожиданно начали эту передачу с вопроса, который я сегодня не хотела затрагивать. Вы сказали слово «палеонтология». Это нас уводит совершенно в другую область, в область становления современного человечества, и, строго говоря, не только современного. Поэтому, наверное, перед тем, как начать говорить про земледельцев, скажем пару слов про неандертальцев и тех других людей, которые были до нас и отчасти повлияли, как теперь выясняется, благодаря генетическим исследованиям, на наше происхождение тоже. Итак, почему важно изучать детство как таковое, именно в таком эволюционном разрезе? Потому что есть основания думать, что это очень важный период, в котором закладывались такие жизненно важные характеристики, типичные для отдельных биологических видов. И есть основания думать, что у неандертальцев и у современных людей, так называемых анатомически современных людей, были несколько отличающиеся сроки, темпы периода раннего индивидуального развития. Скажем, у неандертальцев был очень крупный мозг, как известно, и он был крупнее, чем у сапиенсов. И, по-видимому, вот эта характеристика достигалась очень рано, на ранней стадии развития. Точно так же есть основания думать, что они раньше начинали есть мясную пищу, потому что они были такими невероятными мясоедами, и стояли на трофическом уровне гиен и волков. И поэтому зубная система у них формировалась раньше. Ну, это такая отдельная область, о которой мы сегодня говорить все-таки не будем. Мне бы хотелось сказать пару слов о биоархеологии как таковой. Что это такое? Дело в том, что физическая или биологическая антропология, как наука, сложилась на протяжении последних 150 лет, и еще несколько десятилетий назад, чем занимались антропологи, которые изучали останки древнего населения, те, которые поступают из археологических раскопок. Антропологи занимались вопросами происхождения населения, то есть происхождение разных древних народов, вопросами миграции. Они занимались в основном измерением черепов и костей иногда по стандартным методикам. Так вот, за последние несколько десятилетий сформировалась совершенно новая область. Стало интересно понять не только откуда люди произошли, а как они жили, чем они питались, какие у них были хозяйственные занятия, как это влияло на их состояние здоровья. И вот ответ на этот вопрос, точнее на эту группу вопросов, дает нам биоархеология. Сегодня под этим термином понимают такое контекстуальное рассмотрение, экспертизу, прежде всего, человеческих останков, которые находят на раскопках. Потому что изучая структуры костной ткани, зубов, мы можем реконструировать совершенно разные аспекты в жизни людей. Ну и вот такая тема, которая связана уже с детьми. У нас будут английские и англоязычные слайды, и пусть это никого не пугает, мы будем говорить, конечно, по-русски, но это возможность попрактиковаться в английском сегодня так, в этом выпуске. Спасибо, что они заставили меня это все переделывать. Итак, прежде всего, археология, она очень долго была нацелена на изучение материальной культуры и разных аспектов жизни людей, ну таких значимых. Скажем, всегда вызывало большой интерес, когда раскопан большой курган, а в нем захоронен какой-нибудь вождь, и при нем какие-нибудь невероятные орудия труда или золотые украшения и тому подобное. И вот последние лет 20, наверное, в западной, прежде всего, науке стало как-то зреть представление о том, что существует огромное количество людей, целая когорта людей, жизнь которых как будто прошла незамеченной. Те самые invisible people, невидимые люди. И к их числу, как правило, относятся женщины и маленькие дети, которых не хоронили столь пышно. И если говорить о совсем маленьких детях, то казалось, что их жизнь проходила бесследно. И, собственно, мой интерес к этой области, он был связан с попыткой показать, действительно ли в жизни этих детей прошла бесследно, или даже вот очень короткий период существования мог оказать влияние даже в каком-то смысле на... На весь социум, может быть. Ну, в общем, даже в чем-то на антропологический покров земного шара. Вот. Ну и, собственно, мы двигаемся дальше. И так сразу возникает целый комплекс разнообразных вопросов. Кто такие дети? Казалось бы, вопрос банальный, совершенно очевидный. И тем не менее, все зависит от того, с каких позиций мы к этому вопросу подходим. Ну, если мы подходим с позицией культурной антропологии, то, естественно, возникают такие подразделения, ну, хотя бы детство, отрочество, юность. Но выясняется, что в разных культурных традициях и, по-видимому, в разных каких-то сообществах далекого прошлого в это вкладывалось совершенно разное понятие. И в самом общем виде мы можем детей назвать такими зависимыми существами, прежде всего зависимыми от взрослых. Это некий промежуток времени, который проходит от рождения ребенка до полноправного его включения в социальную жизнь взрослого населения. Но я повторю, что в разных сообществах это могли быть совершенно разные сроки. Ну, и хотелось бы сказать, что это время очень быстрых изменений. Это мы все знаем на собственном примере, на примере наших детей, близких. И были предложены специалистами разные такие категории, которые позволяют вычленить на протяжении этого очень быстрого роста какие-то определенные градации. Это младенец, это прежде всего новорожденный ребенок, это младенец, который уже начинает ходить по-английски, категория называется toddler, это, собственно, ребенок, подросток и юноша. Ну и чтобы покончить, наверное, с темой культурной антропологии, я хочу сказать, что это время такой текучей идентичности. Это очень важно, потому что идентичность – это как бы осознание, и самоосознание, и осознание кого-то настоящим человеком, допустим, или мальчиком, или девочкой, или уже кем-то, кто перешагнул какой-то важный рубеж, связанный с инициацией. Мне кажется, поэтому изучение детства с разных позиций – это очень важная, актуальная задача. Мы можем сказать, что детство в далеком прошлом, в древности, продолжалось отнюдь не так долго, как в современном мире. И современный мир мы можем назвать, строго говоря, инфантильным, потому что, я не знаю, вы слышали или нет, но… Я знаю, об инициативе. Да, в предложении, во-первых, министр уже идет как бы второй очередью, но первое действительно прозвучало в работах зарубежных психологов, которые предлагают расширить до 25 лет подростковый возраст. То есть, я хочу сказать, как человек, который работает в Институте археологии, говорит, что это срок жизни такого представителя древнего населения. Даже не будем брать неандертальцев. Но, скажем, в эпоху Бронзы за это время человек успевал жениться, произвести на свет потомство, посадить дерево и умереть. То есть, это действительно так. Мы живем в обществе очень толерантном по отношению к детям. А были общества другие, в которых вот эта терпимость к детям совсем по-другому проявлялась. То есть, ее практически не было. И, в частности, дети раньше начинали работать. На эту тему есть многочисленная литература. Причем они начинали иногда работать. Вот такая тяжелая работа детей известна нам по литературным произведениям еще 19 века, скажем. А вот недавно была находка, зубы анализировали ребенка и пришли к выводу, что он помогал родителям в выделке шкур, там, как бы зажимало. Это очень логичная находка, конечно, безусловно. Но, и, в общем, дети очень рано приобщались к каким-то ремесленным процедурам. Но иногда они приобщались так рано, что мы даже сегодня себе не можем представить. Не говоря уже о том, что их основное занятие было присматривать за младшими. Потому что, в общем, вся эта процедура воспитания была передоверена старшим братьям и сестрам. Но при этом хочу обратить ваше внимание. Отличие вот этого древнего детства в том, что детей дольше кормили грудью. Ну и, собственно, вот тут мы выходим на такую тему молочного вскармливания. Потому что мы все принадлежим к классу млекопитающих. И человеческий ребенок после рождения должен получать молоко от своей матери. Причем первый период лактации это молоко обладает очень высокой питательностью. Называется колострум или молозиво. Содержит огромное количество микроэлементов, всяких питательных веществ, которые очень тесно связаны с иммунитетом ребенка. Если бы это не поступало в организм, дети бы очень рано умирали от инфекций. Любопытно, что вот эта тема грудного вскармливания, вскармливания младенцев, она находится в фокусе внимания во времена Древней Греции. И вообще это одна из таких наиболее часто встречаемых тем греческой мифологии. На этом слайде представлена версия Тинторетта по поводу происхождения Млечного пути. Тут самый Милки Вэй знаменитый. История эта связана, я напомню, с сложными взаимоотношениями супруги Зевса Геры и Геракла, которого она пыталась уничтожить, потом ее пытались заставить кормить его грудью, молоко брызнуло, и вот так образовался Млечный путь. И вообще надо сказать, что тема необычного кормления какого-то младенца, который должен стать героем, культурным героем, постоянно присутствует в мифологии, в каких-то апокрифах, ну вот история Ромула и Рэма и таких множеств. Кроме того, интересно, что эта тема проникает в самые ранние письменные источники, которые, строго говоря, восходят к временам поздней эпохи Бронзы. Ну, это Ветхий Завет, и там упоминается достаточно отчетливо срок кормления ребенка до трех лет. А более поздние тексты – это Талмуд и Коран, то есть священные тексты, это некие предписания, которые дают людям такую карту, как им жить, как им воспитывать детей. Так вот там срок кормления детей сокращается до двух лет, то есть происходят некие эпохальные процессы. И дальше можно сказать, что уже по разным другим источникам известно, что в Средневековье, например, в Средневековой Европе этот процесс заканчивается уже в один год. То есть налицо совершенно такие важные сущностные изменения в воспитании детей. Ну, вот теперь мне бы хотелось перейти к такой оценке, кто же такой ребенок с позиции биологической антропологии. Нужно сказать, что существуют разные схемы, которые предлагались педиатрами, физиологами. Они используются в клинической практике и вообще-то при воспитании детей. Ну, вот уже там 20 лет назад замечательный антрополог Барри Богин предложил свою собственную схему, причем он опирался на данные, в общем-то, эволюционной антропологии. То есть это очень фундированное такое заключение. Предложил свою рубрикацию детства. Итак, по его мнению, младенцы — это дети до четырех недель от рождения. То есть это тот срок, когда организм ребенка адаптируется к такому наземному существованию. И, сбегая вперед, я скажу, что это время самого быстрого и интенсивного развития организма ребенка. Дальше идет то самое младенчество. И, как мы уже догадались, оно по Богину длится до трех лет. Это время, когда ребенок еще очень тесно связан со своей матерью. Это время, когда он нуждается в защите и получает то самое молочное вскармливание. И, наконец, настоящее детство по Богину, это совершенно парадоксальная вещь, период от трех до семи лет. В это время в древнем мире дети уже относительно самостоятельные. Они даже могут добыть себе какое-то пропитание. Они присматривают за младшими, и в то же время они еще нуждаются в защите взрослых. О более старших возрастах даже страшно говорить. Теперь мы переходим к теме земледельцев. Почему это важно? Почему важно сегодня обсуждать эти проблемы и какие-то новые данные именно в связи с темой биоархеологии детства? Во-первых, тема происхождения скотоводства, земледелия, она обсуждалась разными специалистами. И в частности, таким замечательным генетикам, классикам, как Луиджи Кавалис Форца. И он предложил термин, который он назвал «демическая диффузия», пытаясь описать процесс миграции земледельцев с той самой предковой для этого способа хозяйствования территории, которая находится на Ближнем Востоке. И отросток этой территории уходит в Анатолию, на территорию современной Турции. Собственно, была большая дискуссия, связанная с тем, что как дальше распространялось земледелие. Либо это была миграция идей, каких-то культурных навыков, которые перенимались, либо это была миграция людей, которые обладали этими навыками. Ну вот современные работы генетиков, многие из которых опубликованы буквально в 17-м году, в начале 18-го, показывают нам, что это была достаточно мощная миграция, которая шла двумя рукавами через Кавказ, через Балканы. И самое любопытное, что вплоть до эпохи Бронзы, имеется в виду период порядка трех тысяч лет до нашей эры, население очень обширных территорий, то есть это Ближний Восток, это Балканы, это Кавказ, оказались достаточно тесными генетическими родственниками. В частности, вот это усвоение лактозы, эти генетические исследования имеются в виду, они же тоже показывают... Ну, я бы сказала, не совсем так. Тут интерес в чем заключается. Я думаю, что скотоводство связывают распространение скотоводства. Знаете, это тема, которую нужно разделить. То есть земледелие у нас происходит порядка 12-10 тысяч лет на Ближнем Востоке. Но самое увлекательное, что эти люди еще не обладали геном, который позволял им усваивать молоко. То есть, кстати, это нас подталкивает к теме, кто был настоящий ребенок. Пока ребенок мог пить молоко, он был ребенок. А как только у него начинала непереносимость, он взрослый. Детство закончилось. Детство закончилось. И самое поразительное, что молока как такового не пили. Но вот где-то порядка 5-4 тысячелетий до нашей эры начинается так называемая вторичная продуктовая революция. Они его сквашивали, и такое они могли усваивать. Вот она и начинается. Она начинается... А цельное позже уже. И севернее. Понимаете, тут достаточно любопытно, что как раз это сквашенное молоко могло усваиваться. И как бы впереди прогресс. И в этот момент была территория бывшей Турции. Рельеф местности был такой, что они в основном пасли косы овец. Научились делать сыр, сбраживали молоко. Это очень хорошо подтверждается сегодня археологическими исследованиями. Потому что на стенках керамических сосудов остаются следы, которые благодаря изотопным исследованиям, это жирные кислоты, очень хорошо идентифицируются. Делали сыр, не делали и так далее. Но вот эта мутация, которая позволила людям употреблять молоко, даже сырое молоко, взрослым людям, и то далеко не всем, возникла совсем в другом месте и в другое время. Это связано с ранней культурой линейной ленточной керамики. Дело в том, что вот как раз из Анатолии часть населения мигрирует некогда на Балканы. И там самая древняя культура земледельцев – это культура старчева. Люди этой традиции проживали на территории Сербии. И, собственно, все дальнейшие земледельцы, неолитические и прочие, которые жили в Европе, они так или иначе потомки этой группы. То есть там очень такое. И эта культура старчева в дальнейшем, мигрировав на территорию Венгрии, породила там линейно-ленточную керамику. И дальше вот оттуда пошло. И именно там, поскольку они уже стали разводить коров активно, возникает эта мутация. Все там и произошло. И так от генетики… Ну это к слову, да. Да, мы переходим. Тут очень много каких-то ответвляющихся… Пересечений, да. И очень хочется что-то рассказать. Все так интересно. Но, да, мы будем стараться придерживаться генеральной линии. Нет, это я прошу прощения. Ну вот. И так, значит, происхождение производящей экономики, земледелие и скотоводство открыло перед человечеством новую сферу деятельности. И самое главное для нас, что изменилась плотность населения Земли, изменилось количество людей на Земле. И это наблюдается, прежде всего, в значительном демографическом росте, который именно для этой эпохи характерен. Опять же, генетиками уже давно были предложены разные модели, репродуктивные модели в сообществах охотников и собирателей, то есть тех, кто жил до этого, и земледельцев. И оказывается, что у охотников и собирателей на протяжении жизни рождалось ограниченное число детей, потому что они должны были подождать, пока ребенку будет 4 года. По-видимому, так это все происходило. Это было связано с постоянными миграциями. А, конечно, оседлость создавала перспективы для демографического роста. И таким образом, эти многочисленные дездия земледельцев становятся фактором развития цивилизации. И одновременно они становятся жертвами этого развития, потому что параллельно с рождаемостью взрастает и детская смертность. Ну и, собственно, пользуясь методами биоархеологии, мы имеем возможность ответить, как и почему умирали дети этих ранних земледельцев. Потому что, умирая, они участвовали в очень важном микроэволюционном процессе. И именно за счет этого по многому человечество тоже изменилось. Ну, нужно сказать, что маленьких детей, возможно, воспринимали не так, как взрослых. Это хорошо известно этнографам, культурологам. И на более поздних примерах мы это видим именно на примере ранних земледельцев. Когда детей, именно новорожденных или совсем крошечных грудных младенцев, хоронили, ну, скажем, в пределах зданий. То есть это было связано с религиозными представлениями. И они играли какую-то очень важную роль в обеспечении целостности этого мироздания. В том, чтобы возродился этот род, чтобы он продолжался, чтобы он был успешен. Ну, вот на этом слайде я выписала как раз те обряды погребения, которые встречают именно вот у тех ранних земледельцев, о которых мы с вами уже говорили, которые мигрируют прежде всего на Балкане. Да, в фундаментах зданий, возле очага, в сумке. Это невероятный обряд, который сохраняется на Балканах до исторического времени. Если умирал новорожденный ребенок, его в сумке помещали и, собственно, вот в спальню у родителей. То есть это какие-то совершенно невыслимые для нас. И, наконец, очень-очень распространенный обряд, который охватывает в какой-то момент и Ближний Восток, и Кавказ. И Балканы – это погребения в керамическом сосуде. И существует такая интерпретация, что это символическое воплощение материнской утробы, что опять нас возвращает к идее вечного возрождения этих людей. Но, собственно, вот эта карта, она иллюстрирует те пункты, те местонахождения, откуда происходит антропологический материал, с которым мне довелось работать. Это и территория Северной Месопотамии, это территория Прикаспийского региона, в Азербайджане, в Дагестане. Это Таманский полуостров, но сегодня мы, наверное, не успеем. И, наконец, территория Балкан, Болгария. И изучены были несколько более поздние по сравнению с этими самыми ранними земледельцами материалы, но все эти люди были потомками этих ранних земледельцев. И вот на этой стадии они еще все были в каком-то смысле родственниками, поэтому мы имеем полное римское право их сравнивать между собой. О каких Телиях идет речь, я потом расскажу. Телия — это многослойные поселения, которые связаны как раз с эпохами Медного века или Халкалита, когда стали использовать медь для создания орудий труда, и эпохи Бронзы, когда эти медные орудия уже стали превращаться в орудия из специальных сплавов меди. Сегодня, слава богу, мы имеем очень богатый инструментарий для того, чтобы работать с очень мелкими фрагментарными останками. Раньше у антропологов таких возможностей не было, но именно за последние годы появились новые методы, которые позволяют исследовать, например, эти фрагментарные находки без их разрушения. То есть делать такую недеструктивную гистологию, что раньше было совершенно невозможно, но сейчас современные радиологические методы нам это позволяют. Была разработана дифференциальная диагностика патологий, потому что важнейшая область — это изучение болезней древних людей. И если современные медики опираются на систему признаков, работая с живым пациентом, то есть они могут взять анализы крови, они могут обратиться совершенно другим системам показателей, то здесь мы ограничены тонкими структурами костной и зубной ткани. К тому же надо очень бережно с которыми обращаться, нельзя и сильно отколупывать. Хотя бывало раньше и такое. И вот эта область палеопатологии опирается на совершенно другую систему диагностики. Существует такое международное общество палеопатологов, и библией, можно сказать, палеопатологов является монография замечательного ученого Дональда Ортнера, который работал в Смитсонниевском институте в Америке, в Вашингтоне. Если говорить специально о исследовании детей, то это оказалось очень трудоемкой областью, значительно более сложной, чем работать с экспертизой взрослых останков, потому что здесь мы ограничены очень плохой сохранностью. Представьте себе останки младенцев, которые жили тысячи лет назад. И это большая проблема, потому что мы не можем применить универсальный код описания ко всем этим находкам. То есть в одном случае лучше сохраняются зубы, в другом кости. Но тем не менее, раз за разом, применяя такую мозаичную систему описаний, мы получаем некую картину. Итак, вот некоторые конкретные примеры. Культура Лейла Тепе была открыта на территории современного Азербайджана несколько лет назад. И, собственно, вот была возможность у меня, благодаря коллегам, которые предоставили этот материал, обследовать несколько детских захоронений, выполненных в керамических сосудах, в слоях поселения под названием Галаири. Вы можете видеть здесь радиоуглеродную датировку этого поселения. То есть это самое начало 4-го тысячелетия до нашей эры, эпоха Энеолита или Медного века. Вот тут мы можем видеть прорисовки таких сосудов, и туда помещались останки умерших детей. Сразу было обращено внимание на присутствие на поверхности некоторых костей палеопатологических проявлений, в частности, так называемых осифицированных гематом, связанных с такими хроническими кровотечениями. И поскольку кровяное русло ребенка насыщено очень минеральными солями, то это дает, как ни странно, ответ костной системы. Вот здесь мы можем видеть нижнюю челюсть такого ребенка, и она вся покрыта такими субпериостальными отложениями. Также следует обратить внимание, что этот ребенок был очень маленький, крошечный, ну как новорожденный, современный. При этом появление такой патологии, оно, в принципе, связывается с более поздним возрастом. Еще один скелет, и тоже встречены аналогичные проявления, причем на этот раз они еще затрагивают и кости конечностей, которые очень маленькие, тоже очень маленький ребеночек. Вот еще один пример, и здесь мне бы хотелось остановиться поподробнее. Дело в том, что существует у антропологов такое понятие, как биологический возраст. Его следует отличать от паспортного возраста, потому что у всех у нас в паспорте записана дата рождения, то есть это реальная продолжительность нашей жизни. Но всегда бывают ситуации, когда есть люди, о которых говорят, что он выглядит моложе своих лет, или наоборот. То есть это фактическое состояние организма, и это есть биологический возраст, который определяют эксперты, работающие с человеческими останками, в том числе и судебные медики, они определяют биологический возраст. И есть разные системы признаков, опираясь на которые мы это делаем. Наиболее надежным считается зубной возраст, потому что формирование зубной системы находится под значительно более жестким контролем наследственных факторов. То есть это именно тот самый реальный возраст. А вот соматическое развитие или размеры скелета, они могут значительно отклоняться в зависимости от каких-то воздействий. Итак, возвращаемся к этому примеру. Кроме палеопатологии, мы встречаем здесь трехкратное отставание развития этого ребенка от зубного возраста. То есть он скончался в 5 лет, а у него размеры тела как у полуторагодовалого ребенка. И чтобы понять, что же с ним произошло, почему он так плохо развивался, мы применили новые методы. Некоторые из них вообще впервые были применены к такой категории находок. В частности, метод радиологической микроскопии позволил нам... Вот здесь стрелочкой указана, это картина, которая соответствует так называемому рахитическому зубу. Несколько месяцев буквально назад наши английские коллеги предложили такое понятие. Оказывается, недостаток витамина D в период развития оказывает совершенно ужасное воздействие на формирование зуба. И в частности, здесь образуются такие структуры, которые называются интерглобулярный дентин. Но обычно использовался метод... Ну, то есть там эти зубы пилились, потом они рассматривались методом растровой электронной микроскопии. И вот здесь нам, впервые ничего не порушив, удалось определить наличие этого интерглобулярного дентина на молочном зубе вот этого несчастного ребенка. То есть получается, что недостатком витамина D страдала не только он, но и его мать. И, собственно, вот он испытал это воздействие на внутриутробной стадии развития. Ну, и, наконец, еще один сюжет, который связан с питанием этого ребенка. Напомню, ему было 5 лет, когда он умер. Ну, вот на этой схеме можно видеть, как меняются движения нижней челюсти по мере взросления детей. Младенец до 3 лет обладает возможностью двигать нижней челюстью только сверху вниз. Я сама этого не знала, очень обрадовалась, когда нашла эту работу. Но потом он начинает активно вращать этой нижней челюстью. Это сразу немедленно приводит к стертости его молочных зубов, что очень хорошо видно антропологам. Вот здесь вы можете видеть трехмерную реконструкцию после компьютерной томографии поверхности его молочного зуба, которая говорит нам об отсутствии какой бы то ни было стертости. То есть этот несчастный ребенок получал молочное питание, а может быть и не молочное, но питался одними жидкостями до 5 лет. Ну и наконец, все эти дети несут признаки, вот то, что я говорила про эссифицированные гематомы, признаки младенческой цинги или болезни Мюллера-Барлоу. Опять же, в последние годы была разработана палеопатологами очень подробная дифференциальная диагностика этого заболевания, которая оказалась очень страшным и в прошлом уносила жизни очень многих грудных младенцев, в чем в возрасте до года. Нам всем известны истории про моряков, которые оторваны на много месяцев от суши, и, собственно, Джеймса Кука, который догадался взять в плавание капусту, это было страшное заболевание. Но на костях взрослых людей, как правило, оно так быстро развивалось, мы не видим. Антропологи очень с большим трудом идентифицируют эту болезнь. Зато младенческая цинга идентифицируется очень хорошо. Почему она была так страшна для маленьких детей? Потому что отсутствие аскорбиновой кислоты или витамина С затрагивает синтез коллагена. Коллаген – основной строительный белок. И в процессе быстрого роста он очень был нужен для детей. И, соответственно, отсутствие этого витамина, которое прежде всего было связано с отсутствием в рационе питания матери свежих фруктов и овощей, приводило к кровоточивости, в общем, мучительной и тяжелой смерти этих детей. Ну и еще один метод, о котором я хочу сказать, он в данном случае связан с попыткой определить избирательность захоронения этих детей. То, что я говорила, что некоторые захоронения младенцев, новорожденных, были для ранних земледельцев очень важны. И мне хотелось понять, это были дети местного происхождения, они выросли на этих же селениях, или их приносили издалека, чтобы похоронить именно здесь, в каких-то условиях, может быть, в каких-то прообразах священных зданий, храмов. И вот сегодня нам на помощь приходит метод изотопных исследований. Это такой теперь уже распространяющийся со скоростью стекного пожара метод изучения мобильности соотношения изотопов с тронцией. Дело в том, что человек и животные – это часть трофической цепи, то есть мы пьем воду из каких-то местностей, и мы едим пищу, которая где-то паслась или росла. И таким образом в наш организм поступают определенные вещества, элементы. И в данном случае вот с тронцией, которые содержатся в почвенных отложениях, и показывают... Да, он переходит в воду, там пасутся животные, или там вырастает трава, они ее съедают. Потом это животное съедает человек, и так это попадает к нам в организм. И нужно сказать, что тут очень любопытная тоже ситуация. Наши зубы растут дважды на протяжении жизни. Сначала молочные зубы, и изучая молочные зубы, мы как бы анализируем, опять же, вот я повторюсь, еще внутриутробную стадию развития. А изучая сигнал стронция в генерации постоянных зубов, мы получаем возможность понять, а где этот человек жил в детстве. То есть зуб – это такая замкнутая система, то есть он вырос, минерализовался, и дальше человек может переселиться в другое место. А то, что было в детстве, осталось. Мы узнаем, мы узнаем, что он жил не здесь. И, соответственно, вот на примере этого комплекса из Галаери, здесь вообще еще никаких зубов не было, ну, кроме последнего случая. Но тоже есть основания думать, что этих деток откуда-то принесли. Да, так вот, ну, следующий пункт в нашей программе, уже так подробно мы, наверное, не будем останавливаться, но хотелось просто рассказать про методику. Это раскопки на территории Дагестана, причем такого прикаспийского Дагестана, низинного, и здесь очень важный комплекс, многослойный, это великент. Здесь были раскопаны первоначально 49 округлых сосудов, и там были найдены останки детей, маленьких детей, ну, очень плохой сохранности. И поэтому здесь таким наиболее информативным источником стало исследование детских зубов, молочных и постоянных. И как раз вот этот слайд иллюстрирует нам еще один признак, позволяющий нам в данном случае изучать ростовые процессы у детского населения. Это так называемая эмалевая гипоплазия, в виде такой исчерченности зубной эмали, она может возникать тоже и на молочных, и на постоянных зубах. Отражает это стрессирующие эпизоды, то есть физиологические стрессы в процессе развития. То есть если возникает эпизод, связанный с каким-то страшным голодом, или с каким-то очень тяжелым лихорадочным состоянием, то организм ребенка перестает расти. И когда этот процесс возобновляется, то появляется такая черточка. У современных людей мы редко можем заметить, но вот, скажем, у тех детей, которые пережили блокаду, вообще войну, это бывает. И даже на протяжении XX века. И еще последнее, что тут можно сказать, это понятие остеологического парадокса, которое нам показывает, как сложно интерпретировать эти данные. Потому что на практике получается так, что те взрослые люди, которые на всю жизнь останутся с вот такими черточками на зубах, имели гораздо более высокий иммунитет. Они выжили. У них этот признак образовался. А те, у кого их не было, они просто умерли, будучи младенцами. То есть это очень важно для интерпретации. Ну вот, опять же, тоже этот комплекс Великента, но раскопки катакомбы другой, с немного другим погребальным обрядом, и более поздний. Здесь мы сталкиваемся, скажем, с началом II тысячелетия до н.э. То есть это время на две тысячи лет позже, после поселения Галаери. Это нам дает возможность проследить, исследуя детский материал, какие-то процессы адаптации, микроэволюции в Кавказском регионе. И вот здесь, помимо уже известного нам витаминоза С, некоторых воспалительных, таких тяжелых состояний, как остеомиелит, то есть воспаление костной ткани, мы встречаем довольно любопытный признак, причем в 100% случаев. У детей до 5 лет, только у одного, по-моему, было 15 лет, мы встречаем такую порозность в области шейки бедра, называется криброфеморис. Ну и разными специалистами предлагались разные интерпретации. В общем, впервые мы применили метод радиологической микроскопии, чтобы понять этиологию этого заболевания на данном материале, потому что в других ситуациях может быть по-другому. Ну и вот здесь как раз представлены результаты. Это была крошечная косточка, видите, здесь увеличение в микрометрах, то есть это очень такая качественная съемка, и на поперечных срезах мы видим картину, типичную для анемии. И кроме того, опять же в этом же комплексе было встречено другое патологическое состояние, связанное с анемией, тоже на костях, в данном случае, 6-месячного младенца, паротический гиперостоз, такое поражение свода черепа. Но дело в том, что анемия это не отдельное заболевание, это патологический синдром, за которым скрывается целый спектр и пищевых нарушений, и недостатка железа в организме. Но в данном случае представляется мне наиболее вероятным, что это связано с... Малярией. Да. Дело в том, что вот эти территории Азербайджана и Низинного Дагестана, они до сих пор остаются эндемическими очагами малярийного плазмудия, а известно, что заболевание малярии, оно способствует мутациям, которые вызывают к жизни уже такие наследственные заболевания, как талосомия и серповидно-клеточное анемие. И я напомню, что если оба родителя бывают носителями этой мутации, то, как правило, их дети рано умирают, потому что... Вот мне кажется, что в данном случае мы встретили таких детей. Но если только один родитель носитель мутации, то наоборот, ребенок будет резистент. Да, есть устойчивость. И не заболеет. То есть вот на примере этой кавказской группы, возможно, мы поймали вот этот очень быстрый шифт и такой вот естественный отбор, который произошел на этой территории. Ну, а теперь мы переносимся на другую территорию, на территорию Балкан. И здесь, в Болгарии, на протяжении нескольких десятков лет работала экспедиция, совместная экспедиция нашего института археологии и болгарских коллег. С нашей стороны руководил профессор Николай Яковлевич Мирперт, ныне, к сожалению, покойный. И был раскопан многослойный памятник Тельюнацита, который, ну вот он расположен во Фракийской долине, то есть достаточно далеко от моря, и рядом пролегают такие горные цепи, как Родопы и, собственно, Балканы. И наиболее глубокие слои связаны с совершенно таким грустным событием, на самом деле, в жизни людей. Это слои холоколитической деревни, разрушенной в момент нападения. Тогда же там убили всех жителей, ну не всех, но очень многих и взрослых, и, к сожалению, маленьких детей. Это случилось где-то в начале четвертого тысячелетия до нашей эры, то есть приблизительно синхронно с событием вот в Азербайджане, поселение Галаери. Это план этого поселения, из работы наших коллег, археологов. И, собственно, вот несколько лет назад у меня была возможность собрать образцы из этой коллекции, которая хранится в Болгарии. И здесь мы обратили внимание на две системы признаков, в чем мы изучали в данном случае останки взрослых, чтобы понять особенности жизни детства, потому что мы можем иногда это реконструировать. Итак, вот верхняя картинка со стрелочками, она нам как раз иллюстрирует распределение изотопных сигналов стронца, о которых я говорила, в зубной ткани взрослых людей. Оказалось, что дело в том, что все эти люди погибли единомоментно, то есть они были между собой знакомы, и они отличались по возрасту. Кто-то был старше, кто-то был моложе, и удалось показать, что люди разных поколений отличались по изотопным сигналам. и получается, что как бы старшая генерация этих людей погибших, они пришли откуда-то из другого места. Да, может быть, недалекого, но из низинного, богатого лесовыми почвами, потому что этим методом хорошо различаются местности, где есть такие старые, очень древние скальные формации, там как раз высокий сигнал, и вот там, где любили селиться земледельцы. Таким образом, мы видим здесь некую схему смену поколений и различия мест, где они провели свое детство. И второй признак, аналогичный эмалевой гипоплазии на зубах, так называемой линии Гарриса. Вот здесь мы внизу можем видеть рентгенограммы мелких трубочных костей с такой вот характерной исчерченностью. Но вот эта исчерченность, она возникает тоже вследствие физиологических стрессов, в каком-то смысле признак аналогичен годовым кольцам на спеле дерева. Но не всегда он возникает и сложно интерпретировать. Но в общем, вот пока растет человек вверх, ввысь, существует возможность обнаружения этого признака. Ну и опять же, очень высокий процент встречаемости этих показателей физиологического стресса говорит нам, что в эпоху иниолита на Балканах жизнь была не так плоха. То есть была опасность насильственной смерти, как мы видим, но иммунитет у них был очень хороший, сильный. И они доживали до взрослого состояния. Теперь совершенно другая картина возникает перед нами, когда мы переносимся на машине времени примерно на 800 лет вперед. То есть это более поздняя эпоха, эпоха бронзы, тоже слои этого же теля. И здесь существует в этот момент традиция хранить какую-то часть, по-видимому, детей в керамических сосудах, уже известный нам обычай. Собственно, вот были изучены порядка 27 таких захоронений, в сосудах. И дети эти были в возрасте от новорожденности до полутора лет жизни. Несколько лет назад наши коллеги-археологи, которые имеют большой опыт именно в участии в этих раскопках, вместе с московскими генетиками попробовали определить пол этих детей. Потому что по костям мы не можем определять пол, существует огромная изменчивость. Это можно только генетическими экспертизами сделать. И оказалось, что вроде бы это были мальчики. Но конечно, хотелось бы провести более подробное масштабное исследование всех этих захоронений. Но вот дальше здесь вы можете тоже опять видеть некоторые результаты применения метода радиологической микроскопии. Там косточки были крошечные. И чтобы рассмотреть их с увеличением и особенностей внутреннего строения, тут пришлось потрудиться. И опять мы видим здесь те самые осифицированные гематомы, как, например, вот этот крайний снимок внизу, я им очень горжусь, потому что это сечение через младенческую ключицу, совершенно крошечную. И вот здесь мы как раз видим вот эти поднаткосничные кровоизлияния и эти осифицированные гематомы. То есть опять мы сталкиваемся с младенческой цингой. Ну и анализ изотопов стронца нам показал, что эти дети отнюдь не все родились и росли на этом теле. Кого-то из них опять же принесли с равнины, кого-то с гор, а кто-то родился и в этом месте. То есть вот этот общий возраст, предположительно общий пол и общие заболевания позволяют нам сделать вывод, что это все было не случайно и это какая-то отдельная избранная ситуация. и наконец последний сюжет, который мы с вами рассмотрим, связан с материалами, поступившими после совершенно уникальных раскопок, которые производились на протяжении нескольких десятилетий нашим институтом в Северной Месопотамии под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева, которого здесь можно видеть. Это совершенно уникальное огромное сооружение, представляющее разные ценности в том, что это предковая территория для происхождения земледелия, хотя в данном случае это более позднее время по сравнению с тем, о котором мы сегодня говорили. Но это очень сложная система помещений, это невероятно высокие стены, которые составляют по 10-15 метров. То есть, если Вавилонская башня не сохранилась, изначально был один фундамент, то здесь можно было проследить очень много. Но это такая смешная картинка участников экспедиции. Как бы масштабность этого сооружения очень хорошо видна при виде сверху, где еще тогда запускались еще до всяких геликоптеров такие специальные шары, чтобы сделать эту съемку. И так была возможность совместно с моей коллегой Марией Силудовной Добровольской изучить 52 погребения, которые были сделаны в разное время в слоях этого комплекса. 80% из них принадлежат детям. Это очень типичная ситуация для месопотами этого времени, потому что если мы вспомним раскопки в Тельбраке, исследование мужа Агаты Кристи, Макса Малована, еще очень давние, если мы вспомним такой памятник знаменитый, как Тепе Гавра, то это какое-то веяние эпохи. В какой-то момент стали делать так, а не иначе. Только назову некоторые названия периодов, чтобы особенно не внедряться в эту месопотамскую археологию, Джимдет Насар, поздний Медный век и начало раннединастического периода. Это все доходит до 28 века, до нашей эры. Очень хорошая была сохранность этих находок. Иногда наблюдая молочные зубы, мы вновь встречали следы физиологических стрессов на зубах, что говорило о плохом качестве жизни беременной матери. Мы имели возможность исследовать некоторые опросы, опять же, при помощи метода микрофокусной рентгенографии, тоже можно видеть вот эти субпериостальные гематомы. Здесь тоже переостит на детских костях. Наконец, мне кажется, что мы встретили в какой-то момент случай туберкулеза. Это отдельная огромная тема, но дело в том, что вот это развитие скотоводства и развитие коз в какой-то момент создало новую возможность выпаивать младенцев козьим молоком. И в то же время открыло ворота для занозной инфекции. Поэтому и туберкулез, и бруцеллез это вот те заболевания, которые, возможно, преследовали детей. Но, опять же, исследования генетиков на других территориях, прежде всего на территории Левантийской, то есть современного Израиля, показывают, что штамм микобактериум туберкулезис возникает очень рано, еще в эпоху неолита. И первым делом поражает маленького ребенка. И это незанозный штамм. То есть получается так, что у этого ребенка очень низкий иммунитет, а этот иммунитет мог быть низким, когда его очень рано отлучили от груди и стали выпаивать козьим молоком. То есть круг замкнулся. Все время происходят какие-то мутации. Может быть, гибель матери, ее заболевания, может быть, не было молока. В общем, эта тема сосуществования мелкого скота и очень маленьких детей оказывается какой-то сущностной для возникновения этих серьезных хронических заболеваний. И совсем уже последний сюжет связан с обсуждением палеоауксологии. То есть возможности изучения темпов роста детей. Ауксана это расти и собственно существует невероятно представительная область знаний, которая изучает темпы роста современных детей. Во всех буквально странах мира проводились такие наблюдения и сегодня банк данных он включает ну я не знаю там наверное сотни тысяч наблюдений. То есть это очень важная область. Все это началось достаточно давно и антропологи используют вот эти данные о темпах роста современных детей как некое зеркало качества жизни населения в целом. Потому что очень влияют показатели условий жизни на этот процесс. Но я хочу сказать, что самым первым опубликовал два подобных графика еще в 18 веке в своей знаменитой естественной истории Бюфон. Причем он опубликовал результаты наблюдений своего друга графа Филибера де Монбияра, который занимался делом очень привычным для всех родителей. на протяжении 18 лет жизни своего сына он его измерял каждый год как водится косяку косяку линейкой. Да, да, да. Но похоже, что он был первый, кто додумался это опубликовать при помощи своего друга. Но что здесь самое главное? Он опубликовал не только вот этот верхний график, это собственно вот эти изменения непосредственной длины тела, а он опубликовал график скорости роста. И вот обращаю ваше внимание, первые месяцы и годы жизни, то есть до трех лет, самые быстрые темпы роста в жизни человека, они даже больше, чем в подростковом периоде. Ну вот, так, в общем, этот молодой человек, который на самом деле оказался несчастным молодым человеком, потому что он погиб во время Великой Французской революции, как аристократ, но тем не менее память о нем дошла до нас и хочется, чтобы о нем помнили. Ну вот, а теперь мы возвращаемся к бедным месопотамским детям. И смотрим на график, который рисует нам совершенно неожиданную картину, то есть вопреки ожиданиям, быстрых темпов роста у этих детей не наблюдается вплоть до трех лет. то есть это дети, которых кормили безусловно грудью, может быть при помощи коз, но совершенно истощенные матери, и они не получали никаких дополнительных прибавок, которые нужны уже после шести месяцев. Я так позволю себе последнее отвлечение. Мне это кажется очень странным в таком плаводородном районе. Видимо, это социальное нечто, то есть их, наверное, кормили по остаточному принципу, что ли. Ну вот, давайте посмотрим еще на один график, который нам действительно рисует какую-то очень странную картину. Вот тут как раз совпадение зубного возраста и скелетного возраста, и мы видим, что, как правило, троекратное отставание в темпах развития. То есть ребенку может быть год, а он по размерам тела как новорожденный. Или ему может быть уже 4 года, а он как головалый. То есть детей много, они рождаются, но они находятся в каком-то невероятном человеке. В загоне каком-то. С одной стороны, их отдельно хоронят, явно их любят, потому что детей всегда любят. Но с другой стороны, мы видим здесь проявление каких-то совершенно невероятных заболеваний, которые связаны с витаминной недостаточностью, совершенно непривычных для земледельцев. Как это человек, который выращивает растения? Я думаю, тут безусловно негативная роль культурных традиций. Это очень длинное хранение зерна, которое было основным, и вываривание его до полного совершенно разрушения. Обесценивания. И ведь надо сказать, что вплоть до 19 века люди не знали, что такое витаминоз С, думали, что это инфекционное заболевание. И это было открыто уже во времена после Карамзина, который тоже писал об этом и так далее. Ну и наконец, если мы говорим именно об этом периоде, ранее династическом периоде, то это период похолодания, и климатические изменения очень резко влияли на земледельцев, поэтому просто может быть и период голодания тоже. Природное. Да. Так что вот собственно то, что мы видим. Ну и так получается, что вот эти маленькие дети в земледельческих сообществах слишком часто становились жертвами именно культурных традиций. Вот когда я начинала эту работу, я подозревала, что мы встретим много инфекций, это было логично, в отсутствии антибиотиков это основная причина могла быть, но получается, что авитаминоз, почему? Авитаминоз С и как ни странно авитаминоз Д. Как это тоже может быть? Это достаточно южная региона. Это тоже культурная традиция, это плотная одежда, которая закрывает тело матери. И на самом деле сегодня есть очень любопытные медицинские работы, которые изучают мигрантов первого поколения и детей на территории Западной Европы. Во-первых, такие люди обычно более темнокожие, и синтез формы Д3 не так просто осуществляется, но еще это традиция ношения плотной одежды, иногда хиджаба, никаба, то есть она приводит без специальных пищевых добавок к появлению рахита у детей. вот, и, конечно, мне кажется, достаточно любопытная тема, может быть, связана с такой вот быстрой адаптацией в условиях расселения в таких болотистых местностях, то есть там, где есть опасность малярии. ну и, собственно, вот, наверное, главный вывод моей работы был в том, что мы можем здесь увидеть, как действовал естественный отбор. Есть же такое представление, что на современного человека естественный отбор уже не оказывает влияние, что мы так защищены своими социальными преимуществами, что у нас могут выжить и самые больные, и, ну, как бы человек построил вокруг себя оболочку, и на него ничего не действует. И такой точки зрения придерживались многие известные генетики, в частности, Эрнст Майер писал об этом, да, но тем не менее, вот мне кажется, что были эпохи, когда он действовал, и действовал очень быстро и эффективно, вот, потому что что такое естественный отбор, это возможность передать в будущее свое генетическое наследие, и когда мы видим такую детскую смертность, мы видим какую-то избирательную смертность, да, мы понимаем, что эти люди как бы не передали в будущее свои гены, и таким образом человечество могло резко измениться на каком-то этапе, вот, ну, собственно, вот и все. Спасибо большое, мы ненадолго с вами сейчас прощаемся. В нашем постскриптуме я хотела вас спросить, обращаясь вот к слайдам о диете, о витаминной недостаточности, о такой вещи, как-то историческая педиатрия. Я сейчас поясню, вот те же неандертальцы, с которых мы начали разговор, недавно была работа, исследовали останки молодого неандертальца, очень молодого, зубные останки пришли к выводу о том, что он жевал тополиную кору, источник салициловой кислоты, у него найден был, следы абсцесса на десне были найдены и были найдены признаки того, что он пенициллином, видимо, аспергилуса, какие-то следы. То есть это спекуляции, но эти результаты интерпретируются как то, что он пытался, даже был заголовок, занимался самолечением. Но наши-то люди, наш вид был, наверное, не хуже неандертальцев в когнитивном плане. Нет ли данных о каких-то попытках лечения детей? Или умер и в горшочек глиняной положили, и бог с ним. Ну, наверное, начну с неандертальцев. Как бы перефразирую ваш вопрос, я хочу сказать, что неандертальцы были не менее сообразительны, чем сапенцы. Они могли говорить, и действительно мы просто даже и не представляем себе их возможности. И как люди, тесно связанные с природой, они, ну, наверное, обладали системой каких-то наблюдений, как действовать в тех или иных условиях. Хотя, опять же, вот даже у меня есть такая публикация, я нашла следы владенческой цинки при обследовании неандертальцев из пещеры Фероси. Там есть целая группа детей как раз в возрасте грудного вскармливания, у них тоже были такие проявления, это как раз понятно, потому что условия ледникового периода. тем не менее, неандертальцы были блестяще адаптированы к конкретным условиям среды обитания и, наверное, поэтому они продержались так долго, фактически три сотни тысяч лет в Европе. Что касается кроманьонцев, сапиенсов и более поздних людей, то есть анатомически современных, безусловно, какие-то представления о лечении были. Если мы возвращаемся к зубной теме, вот в прошлом году был интересный доклад нашего коллеги из Италии на Обществе эволюционных антропологов европейских, он описал случаи, буквально чуть ли не пломбирование зуба кроманьонцам, то есть там было и сверление, все как полагается. Порядка 25-30 тысяч лет назад была эта процедура. Если говорить про непосредственное лечение детей, ну, трудно. Если не было хирургического вмешательства, то нам что-либо сказать трудно. Но хирургическое вмешательство тоже бывало. Например, это порядка трех с половиной тысяч лет до нашей эры на территории Центральной Европы. Это, по-моему, два или три случая в Германии и пару случаев на территории Чехии. Там есть случаи трепанации пятилетних детей. Дети четырех-пяти лет. Но вот тут мы несколько разошлись с моим коллегой профессором Шульцем. Он считал, что это дети играли, поранили там, не знаю, себя, да, и их тут же стали трепанировать. Но поскольку там весьма необычное захоронение этих детей, я подозреваю, что тут не обошлось без каких-то ритуальных действий. Тем более, что трепанация это не такое простое воздействие и не всегда только посттравматическое. Но тем не менее, что-то делали. Спасибо, Мария. Спасибо за интересный рассказ о детстве наших предков. Спасибо.